Александринский театр Побещение, которое мы сейчас, называется Black Box Здесь черные стены, черный каталог, черный пол Зрительный зал — это амфитеагр, 9 рядов поднимающихся в бег Но сегодня у нас аншлаг, поэтому некоторые зрители сидят на полу Сейчас мне их даже не видно, они где-то во тьме У нас 11 зрителей красных окон Зритель в 8-м ряду слева от меня внимательно смотрит программу В основном все зрители смотрят на нас На сцене прямоугольный черный настил Из него вертикально вверх Торчат белые палочки Они гибкие, поэтому если до них докасаться, они колышутся Это напоминает поле с колосьми Когда вы входили в зал, вы могли чувствовать это За этим полем палочек На стуле сидят в ряд актеры Здравствуйте 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 А на Таня красная кофта. А на Кате Тарамы розовая платья. Такие цветные пятна из темноты. На сцену выходит высокий молодой человек. Блондин. Он не спеша двигается сквозь колосья. Белые пятна из темноты. Одно — это лицо. Точнее, лицо и борода. Очень старый человек. Другое пятно — руки. Левая кисть обхватила пальцем правой. Он сидит в кресле. Локти лежат на подлокотниках. Помещение описать не могу, не вижу. Только левый подлокотник креслом. Взгляд скорее задумчивый. Он настолько стар, что уже просто живет. Ждет. Руки — в железных морщинах. Лицо тоже в морщинах. На голове — черный берет. Кажется бархатным. Однотомный коричневый халат. Нос большой еврейский. Это старик еврей. Это картина Рембрандта — портрет старика еврея. Вы наверняка ее видели. Вы ее видели, а я не видел. То есть я был рядом с этой картиной так же близко, как и сейчас рядом с вами. Когда был в Эрмитаже. Я люблю бывать в Эрмитаже. Там чувствуется простор. Мне там комфортно. Я знаю, что изображено на этой картине. Ведь я сейчас вам ее описал. Я даже мог бы всем говорить, что я ее видел. И мне вы поверили. Но я ее не видел. Я много чего не видел, потому что я не вижу. То есть у меня нет зрения. Я не видел горизонт. Но я знаю, когда сшивают две разные по фактуре ткани, и горизонт — это шов. Который сшивает небо и землю. Молодая девушка выходит на поле. Идет сквозь колосья, правее блондина. Две одинокие фигуры среди бескрайнего поля белых палочек. Белые палочки, черное поле. Мне рассказал мой друг, который раньше видел, что если руки вытянуть вот так, я вытянула руки вперед и растопырила пальцы. Если руки вытянуть вот так и идти вперед до тех пор, чтобы пока не дойдешь до кончиков пальцев, то это похоже на горизонт. У меня нет зрения. Но что-то я вижу. Не глазами. Например, я иногда вижу, как человек на меня смотрит. Но точно смотрит, спиной чувствую. Хотя я не могу повернуться и посмотреть. Я повернусь. Но я ведь не увижу. И я не знаю точно, смотрит он или нет. Трудно объяснить, но это такое ощущение неприятное, внутреннее. И ты не знаешь, что стоит человек далеко или близко. И ты не знаешь, смотрит он или нет. Но такое чувство, что смотрит. Моя мама думает, что люди устают от физической работы. А я говорю, мам, я устаю от того, что на меня постоянно кто-то смотрит. Целый день на меня кто-то смотрел. Я прихожу домой, я хочу, чтобы меня никто не видел, чтобы на меня никто не смотрел. Актеры спокойно выходят на сцену, постепенно заполняя пространство. Вообще, в нашем спектакле будет не так много мизансцен. Актеры будут выходить на черное поле с белыми палочками и возвращаться обратно. Выходить и возвращаться обратно. Это я. Я здесь. 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 Самый первый разговор у нас с Сашей был. Помнишь, Саш? Саш, помнишь? Да. Я стала ее допытывать. Что ты видишь? А она говорит. Ничего. Я опять спрашиваю. Что ты видишь? Темноту? Я-то зрячая. Я, когда закрываю глаза, столько всего вижу. Яркие пятны были. Точечки. Кружочки разноцветные. Я волновалась, Дита, Саш. Саша. Да. Мне действительно было интересно. Моя голова не могла понять, что человек может быть по-другому устроен, что просто ничего. А Саша говорит. Я могу ощутить только свет от солнца или от настольной лампы. А я опять Сашу спрашиваю. А откуда ты, например, знаешь, что трава зеленая? Надь. Да. Да. Но я же знаю, что Пушкин написал Онегина. Также я знаю, что и трава зеленая надежда. Хотя что это значит? Ведь можно сказать, трава красная, трава синяя, трава серая, трава желтая. И, кстати, она такой бывает. Я знаю, как объяснить, о чем Евгений Онегин. Я знаю, как объяснить, что такое трава. Да. Я сломал. Да. Я сломал. Я сломал. Я сломал. Ни. Нет. Я сломал. Я сломал. Нет. Я сломал. Здравствуйте! Это я. У меня в руках текст Иоганна фон Гёте «Теория цвета», написанный шрифтом Брайля. Сейчас я вам его прочту. Представьте себе совершенно чистый красный цвет, совершенно высушенный над белым фарфурованным грудечкой кальмин. Мы не раз называли этот цвет ради его высокого достоинства пурпуровым. Хотя мы и знаем, что пурпу древний больше тяготел в сторону синего. Кто знает призматическое происхождение пурпура, тот не сочтется парадокс. Если мы будем утверждать, что этот цвет частью актуально, частью потенциально содержит в себе все остальные цвета. Если мы видели тенденцию желтого и синего повышения в красный цвет, и при этом подметили наши чувства, то можно предвидеть, что соединение испытавших повышение пылесов доставит настоящее успокоение, которое можно было бы назвать идеальным удовлетворением. Красный. Вы говорите «красный», и у вас в голове возникает «красный». Красный сигнал светофора, красный флаг, ну или просто красный, не имеющий формы. Я сейчас произнесу «красный». Вы что-то представили? Что вы представили? Представили что-нибудь? Так вот. Я тоже что-то представила. Но я никогда не видела красного. Настоящего красного. И тем не менее я произнесла «красный». Я не знаю, на что указать, говоря «красный», и тем не менее указываю. Я говорю «красный». Никого. И у вас в голове возникает картинка. А у меня... У меня... Я не знаю, что происходит в моей голове, когда я говорю «красный». Посмотрите вокруг себя и найдите что-то классное. Не спешите. Что-то точно должно быть красное. Нашли что-нибудь классное? Да. Отлично. Видите? Я указала на то, что сама не могу видеть. «Красный». Я не знаю, что 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 я не знаю. А над передом там чёрная полоска леса. И над этим лесом садится солнце. И это солнце такое красное. Оно не смешивается. Оно красное. Как нарисовано. Как на японском плаве. Как будто оно примёрзло. И эта картинка застывшая. Папа сажает меня за руль автобуса. Мне едет 14. Как раз вы с этим пассажиров Надо ехать в парню. Мы уезжаем к кольца. А я три раза еду просто по кольцу. Потом умела на такой свитофор. Мне надо попасть. Я еду и чувствую, как мне ярко-ярко этот красный свитофор светит. Он больше, чем на самом деле. Чем нам кажется, когда мы стоим на тротуаре. Такое красное, огромное пятно. Я детство начинаю тормозить. Папа кричит. И я кричу. Пап, замочи. Иначе мы сейчас врежемся. И я торможу. А теперь успокойся. Говорит он мне. И представь, что сейчас не красный цвет видишь, а зелёный. Не красный, а зелёный. Я не могу себе этого представить. Я не могу себе этого представить. Я первый раз за руль села. Этот красный фональ так я запомнила. У меня до сих пор неприятное ощущение этого красного фоналя. Как будто мне его в глаз кинули и там забыли. Как будто мне его в глаз кинули и там забыли. Мы возвращаемся на места. Мы возвращаемся к своим местам. Я сюда могу, к моему креслу. Я тебе помогу. А я вот что нашёл? Я уже нашёл твоё метод. Зачё? Я помогаю Оле найти её метод. Лена! Лена! Да? Мы все сели на свои места. А я осталась на сцене одна. Я стою. А она... Я не помню, она стоит или сидит. Это женщина. Флора. Ей примерно 21 год. Очень красивая одежда. На голове у неё венок из цветов. В руках палка со множеством цветов. Я взяла в правую руку белую палочку, которая торчит из настила. У неё большой живот. Ну, не у палочки, конечно. У флоры большой живот. Она в положении. Голова наклонена немного вперёд. Очень задумчивое лицо. В этой картине нет ничего яркого. Хотя её могли бы изобразить более радостной. Улыбающейся, например. Но в картине есть какая-то тревога. Мне сказали, что у неё такая эмоция, как будто она только что улыбалась, а потом задумалась о чём-то. Это одновременно ощущение радости материнства, неизвестности. И этот переход отображается на её лице. У неё рука лежит на животе, как будто она хочет защитить ребёнка. Она ждёт. У неё волосы длинные. Платье светло-зелёного цвета. Где декольте, там ткань с золотистой каймой. Обрамляет это декольте. А серьги у неё фасолинками свисают. Напоминает жень. Накидка у неё зелёная. Катя взяла меня за руку. Флора прикрывает её живот. Уводится в цель. Держит рукой ткань. И вокруг неё очень плотное пространство. Заросли. Тёмный лес. Почти ничего не видно. Только справа за спиной видно что-то вроде плюща. То, что представляет из тебя сцена, где я сейчас стою, на которую вы смотрите, тоже можно назвать лес. Белые трубочки как бы растут из пола. Сейчас я коснусь одной из них. Слушайте. И ещё раз. И другую. И ещё одну. Я иду. И мне предлагают помочь дяденька с пушистыми трубочками. И я про себя так радостно думаю. Ой, пушистый. Трубочки, потому что руки от локтя до кисти похожи на глинные колбаски, трубочки. Пушистые трубочки бывают и у дяди, и у тётинок. Бывают ещё мягкие трубочки. Это когда предплечья, ну, в общем, полные. Бывают трубочки на проводочках. Это тогда, когда человек худой, и предплечья у него тоненькие. И мы с моей подругой Алей любим сравнивать, у кого из тех, кого мы видели, трубочки похожи. Таня? Да. А какие у меня трубочки? Так, сейчас посмотрим. Так, слушайте, руководлинные. Так. Ну, в общем, пушистые трубочки. Это я. А в тех кладёт иголку на плечах к кисти. Я очень боюсь открытого пространства. Пустого. Высокие потолки. Эхо. И никого, и ничего нет. Не за что подержаться. Я была на станции метро Апухова. Ушли все поезда. И никого не осталось. Станция открытая. Нет никого. Ничего не слышно. Одна. Я там чуть в штаны не наложила. За что взяться-то? За что взяться? Господи, как страшно. Я буквально села на пол, чтобы было за что держаться. Я села на пол, чтобы было за что держаться. Я села на пол. Я чувствую, как прерывается моё пространство. Граница. Я их как-то рисую себе неосознанно. Но представляю такие белые тонкие линии, за которые, если потрогаешь, то кто-то начнёт говорить там, за дверью. За окном на улице дождь пойдёт. А у меня такое чувство, что не нужно эти трубочки железные трогать. Но они, в моём представлении, почему-то железные. Такие тонкие железные линии. И как будто мне кто-то говорит. Оставайся в своём пространстве, не трогай эти трубочки. А моё пространство – это булькающая вода. Я всегда себя представляю в тёплой, булькующей воде. Чтобы мне было комфортно. Да, я всегда в воде. Однажды мы проплыли на катере к Ливу, а там стена отрезкая каменная, и ракушки к ней прилежали. Я нырнула с борта. Вот была в скале, чтобы ракушки бессмотреть за ней. Я нырнула, и ногой о росту ударилась. Нырнула, ногу надрую больно. Смотрю вниз. А вода очень прозрачная, и солнце её насквозь пробивает. Я не ожидала. Просто не готова была. Подо мной была пустота. Безда не было ничего. И только там внизу тьма. Когда плаваешь, главное не потерять направление. Одна женщина не зрячая, когда уходила плавать, включала на берегу радиоприёмник и настраивала её полновенный шум. Чтобы он не спешивался, пулик на пляже. Другой пустота на пляже. И по нему ориентировалась, когда плавала. хватит. И надпись, что на пляже. И надпись. Браво! Есть ребята, кто резко потерял зрение. Есть кто плавал. Ты же не замечаешь, что зрение теряешь. Круг твоего общения как-то сужается. Там, если было у тебя человек 200 общения, осталось 10-15. В микромире начинаешь жить. Я последний раз 7 лет назад по-моему видел. Ты живешь с одними людьми, и ты их видишь. Было человеку 20 лет, 30 стало, а он перед тобой все равно выглядит на 20. Видишь перед собой человека, и начинаешь уже думать, кто перед тобой, что за человек. Вроде бы знакомый, но реально его не можешь себе прикинуть. Да, с голосом, конечно, складывается. Опять же, если ты встречаешь человека, которого ты уже видел, тебе кажется, что ты его видишь реально. Тебе кажется, что он улыбается. Мозг как-то сам по картине дорабатывает. Нового человека мы складываем из образов тех, кого знали. Его походка, его поведение, его отношения, его тембр речи, запах. Это как лето собирает. Ты складываешь образ нового человека. У тебя есть набор определенных кубиков из образов тех, кого ты знал. И из них складываешь новый человек. У меня такое было. Брат забрал меня из больницы. У меня тогда зрение частично расстановилось. Поехали к нему. И брат говорит, сейчас Маша умрет. Маша, крестница моя. Думал, я ее вижу. Я же силуэт человека вижу, а я ее не рисовал. Видел, как десятилетний, а ей уже семнадцать. Я жил с образом этого десятилетнего ребенка и думал, что я ее вижу. Как костюм на нее надел. Когда Маша пришла, я говорю, здравствуйте, девушка, Маша, где? А брат, это крестница твоя, Маша. Маша спрашивает, ты что, видишь что ли? Как бы да. Четверо артистов расположились как на старинной семейной фотографии. Стоя слева направо. Олег. Привет. Саша. Добрый вечер. Сидя слева направо. Катя. Здрасьте. Таня. Привет. Это Олег. Олег сегодня в черных плотинках, в черных брюках, в черных очках и в синей футболке. Таня. На голове у Татьяны такая же ярко-красная шапка с золотистым умбоном. Это Татьяна. Вышел Николай. Татьяна. Это я. Я описываю Катю. Катя сегодня в черных брюках, в красной футболке, в серых кроссовках и в коричневой шапке. А это Николай. Татьяна. Татьяна. На нем сегодня наден красный колпак с черными кисточками. Татьяна. Синий свитер с белой полосой на животе. Светло-голубые джинсы Желтые кроссовки на липучках с высокой платформой И серые перчатки на руках Без пальцев Это Николай Это Саша И она голая Я попал в огромный лайк Не обычный бой, а такой У которого два прохода по 10 весело придут Зашел Ощущение Огромная поза Я здесь полежу А я тут, например, Идешь А я здесь полежу Идешь А я здесь полежу А я здесь полежу Где этот конец Где этот хвост И звук там Совсем другой Не такой, как самолет В которых я раньше летал Такой приятный Ощущение Перемещение 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 И на киперполь Перемещение Да, во сне я вижу. Но не глазами. Во сне я так же, как и сейчас. Голоса, запахи, прикрестновения. Но не глазами. Я же слепорожденная. Я не знаю, как глазами я вижу. Во сне я так же, как и здесь. Сначала ты трогаешь, ощупываешь, потом понимаешь, с кем разговариваешь. Но, если ты услышал голос, все. Тебе все сразу стало ясно. Сначала возникает голос, а потом образ человека. А я во сне я вижу глаза. Как будто я не иду. Фильмы такие живые. И красно-цветные. Ясны глазами лижутся. Всех лижут. И природы лижут. Иногда не снялся воздух. А иногда, что лестница шатает. Становишься на первую ступеньку. А она проваливается. Иногда просыпаешься у просмеялкого сна и кажется, что ты видишь. А потом опять не помнишь. Как это? Тебе больше всего и intrust blood. Становишься на первую ступеньку. И�ELSA и Света приходили ко мне во сне. Привет Лёша! Привет, Лёша! Мы играем в восторженную игру в домино или карты. Был и четвертый. Привет, Лёша! Но я его не знаю. Когда я вижу людей, с которыми я сейчас познакомился, у меня возникает образ какой-то высокий, в красной багажке, немного высоко от мужчины, борьбы. И я думаю, что это Борис. Но у меня есть и другой ещё образ. Он, например, вам гимн с голубыми глазами, и я не знаю, какой из них верный. Мозг пытается просто что-то рисовать, и ты что-то не слышал, что у него большие часы на руке, и теперь большие часы на руке, и теперь в следующий раз приходит это, как конкретно дополнение. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этой сцене у артистов была непростая задача. Они пели Лёжа на полу. Причём в сложном размере. Некоторые из них до сих пор поют. А кое-кто даже играл Лёжа на полу. Это Лёжа. На флейте. Это, между прочим, очень непросто. Попробуйте дома лечь и сыграть на флейте. Если у вас, конечно, есть флейте, то с тобой. Все актёры вернулись на свои места. На сцене осталось три человека. Один из них — Николай. Николай держит в руках текст Леоганна фон Гёрте, написанный шрифтом Райя. И ждёт удобного момента, чтобы прочесть его. Когда я думаю про восприятие, язык мне подсказывает понятие «ощущение». Оно мне кажется очень ясным. Я могу дать определение «ощущение». Я ощущаю горячее, голодное, гладкое, шершавое. Ощущение — это способ, посредством которого я испытываю воздействие и переживание моего собственного состояния. Но зелёное не может быть само по себе ощущением. Зелёное ощущаемое — неотделимое качество. Зелёный ковёр, зелёная трава, зелёный. Зелёный. Если жёлтый и синий, которые мы считаем первыми и простейшими цветами при первом их появлении, на первой ступени, на первой ступени их действия соединены вместе, возникает тот цвет, который называется зелёный. Когда оба материнских цвета находятся в смеси как раз в равновесии таким образом, чтобы один из них не выделялся перед другим, то глаз и душа отдыхают. На этой смеси, как на простом цвете, не хочется и нельзя идти дальше. Поэтому для комнат, в которых ты постоянно находишься, обычно выбирают обои зелёного цвета. «Почему зря» — это жёсткое, однозначное одёргивание. Почти приказ. Перечёркивание. Констатирующее напрасно, тщетно. Имеет в своём корне глагол «зрить». Что такого ты сделал зря, смотря? Смотря куда? На что? Что ты проморгал, просмотрел, таращился, но не видел? Зря не узрел. Так и продолжал идти мимо, зря не в корень, а совсем наоборот. А может быть, есть вещи, на которые смотреть не надо? Нельзя. Как нельзя делиться на ноль. Потому что от такого зря, зре и я, как отделение на ноль, ничего не будет? Будет ничего. Рембрандт не видит ничего. Вокруг того слепого старика, еврея. Помните, я вам про него рассказывал? Слепая темнота вокруг. Рембрандт не видит ничего вокруг. Как и сам этот старич. Вероятно, слепой. Может быть, ещё не совсем, как я. Я кое-что вижу. Пятно. Но, когда начинаешь терять зрение, и что ты ещё видишь, как видит Альбрандт? Пятно лица. Пятно руки. Йотэ. Иоганн, он, Йотэ, выгонял посетителей в очках. Кстати, Дима, я сейчас в очках. Хотя и сам уже того терял зрение. Но считал подлым исправлять природу. Что он хочет увидеть, кричал Йотэ. Он хочет заглянуть мне в душу. Есть вещи, которые скрыты. Нарочно. Не зря. Внутренние органы скрыты. Кровь скрыта. Увидев пульсацию мозга под вскрытой черепной коробкой, мало кто сохранит рассудок. Это наш внутренний мир. Так и люди на полотнах Рембрандта уходят во тьму, в невидимость. Ценности Рембрандта – это ценности незрячего человека. Видишь суть человека. А потом, если хочешь, ты можешь узнать, как он выглядит. У него старые руки, морщины. Старое лицо. Тьма поглощает все лишнее, как и любовь. Говорят, красота в глазах. Смотря. Или нет в глазах. А где тогда? Я люблю испытывать ощущения, как будто у тебя душа моет. И ты это физически чувствуешь. Что у тебя именно в левой верхней части груди, где ключица так подмывает, так приятно. Отдает плечо и локоть влево. Я люблю ощущать в себя героиней. Будто я ради этого человека могу в гору свернуть. Когда человек со мной в одной комнате, я люблю ощущать его правой половиной своего тела. Именно правой, а не левой. Рука, бок, ягодица правая, нога правая, пятка, даже ладошка правая, ухо. Вся правая половина моего тела любит ощущать его больше, чем левая. Я люблю смотреть на человека, когда он спит. То на голову его посмотрю, то по какую часть тела он закрыт одеялом, как складки на одеяле расположены. Я люблю положить меня не на свою руку, любую даже, но лучше все же правую. И следить за его дыханием. Когда он вдыхает, поднимаются плечи. Когда выдыхает, опускается. Все материальное рассасывается. Ощущение физическое. Необходимости присутствия даже невизуального. Что он где-то там сидит, тихо шелестит в своей жизни. Любовь с первого взгляда совершенно тупик. Ты же не знаешь человека, как можно так кого-то полюбить. Надо же общаться. А когда ты не видишь, это же еще круче. Ты не видишь, он красивый или некрасивый. Никакого первого взгляда. Ты вообще к этой еруде не привязываешь. Ты общаешься, не общаешься. А когда ты уже любился, то можешь спрашивать, А как домой французская биташа? Потому что уже не страшно. Потому что вы и так уже любите друг друга. На самом деле, вообще, я же тоже слышу, как она о ком-то говорит. И тут они за ним. Я слышу, как она голову поворачивает. Или сидит, шелкает каналы. Оп! Зависла. Почему же ты зависла, дорогая? Не тот мечедесный бандит там на экране, а? И если ты слышишь, идет девушка. Молодая, потому что шаг чекает. Не шагает. Значит, в хорошей физической форме. Если она разговаривает, то ты слышишь примерно ее рост. Слышишь, как она наступает на каблуки, знаешь примерно ее вес. А когда потом спрашиваешь, совпадает или нет, практически каждый раз совпадает. Но никак ты не можешь склеить походку, рост, вес. Приклеить этому всему глаза, губы, скулы, нос. Фотографии у тебя не возникают. И поэтому тебе, в принципе, все равно, как человек вырубит. И в этом же любовь как раз. Душевное состояние от любви меняется. Ощущение мира меняется от любви. Так и мир меняется от цвета, который его наполняет. Я вышла на сцену. У меня в руках текст Иоганна фон Гёте, написанный шрифтом Брайля. Читаю. Если посмотреть на местность сквозь желтое стекло, особенно в серые зимние дни, глаз обрадуется, сердце расширится, на душе станет веселее. Кажется, что на нас непосредственно веет тепло. Желтый – ближайший к свету цвет. В своей высшей чистоте желтый всегда обладает светлой природой и отличается ясностью, веселостью и мягкой прелестью. Опыт показывает, что желтый цвет производит исключительно теплое и приятное впечатление. Поэтому и в живописи он соответствует освещенной и активной стороне картины. Это я. Когда я первый раз оказался в Москве, она меня раздавила. Там высокие здания и 12 миллионов людей. И ты такой маленький в этом. Однажды мы летели через Москву. Мы подлетаем, и я вижу в иллюминатор эту Москву, которая просто огромная. И я тогда подумал, что сейчас я смотрю из своей черепной коробки. И мое зрение вмещает в себя эти дома и эту Москву, где такое количество людей и такое количество всего. И я своим зрением вижу очень много. У меня возникает, как будто коридор такой. Пространство удлиняется в ту сторону, где возникают звуки. Потом ты понимаешь, что тебе ни к чему. Раз, они исчезают. Опять тут начинают говорить. Пространство удлиняется. Если интересно, оно так и держится. Когда я одна в своей квартире, мир один. Нет ни близко, ни далеко. Физически ощущаешь этот радиус в Петербурге. Петербург очень конкретен. Три километра туда-сюда. Басильевский остров, Петроградка, Лиговский проспект. Это Петербург. И если выходишь где-нибудь на московском проспекте, все, Петербург закончился. И люди, которые живут где-то в Дерятке, и где-то там же работают, живут в мире, где нет пермитажа. Мы живем в стране, которую мы не охватываем своим сознанием. Мы живем в неоплаченном пространстве. Я не вижу. Я не касаюсь этого. Это не мое. Когда я пришла на первое занятие, я думала, что меня щупать будут. А меня никто не щупал. Я думала, всем интересно будет, как я выгляжу. Я-то знаю, что Оля маленькая, а Таня побольше, ну, побуднее. Что Дила Высокий, что Олег с усами. А вы же не знаете, какого я роста и какие у меня волосы. Как вы меня представляете? Почему вы меня не потрогали? Саш. Настя. Да. Ну, как трогать человека, с которым ты только познакомился? Настя. Да. Это неприлично. Ну, хорошо. Сначала, может, и неприлично, а потом... Саш, вы же на касатах ни разу не погромыли. Настя, да. А потом это как бы и не важно. Я же знаю, что это ты, Настя. Я тебя и так вижу. Тело ничего отдельно не говорит. Я вспомнила бабушку свою. Она меня гладила по спине, когда я был маленький. И я не помню лица бабушки. У меня осталось только это прикосновение. Я когда вспогнаю, я испытываю те же чувства. Я вспоминаю бабушку, как это прикосновение. Да, 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 да. Я когда пришла, зашла на кухню и услышала от Тани, что ей приснился лимон. Но как он ей приснился? Что приснилось? И Таня говорит, я не знаю, он мне приснился. Просто знаю, что приснился. А потом мне тоже стали сниться сны без визуального ряда. Снится, что я нахожусь в каком-то определенном месте. Никакой картинки. Но я знаю, где я нахожусь. Я ощущаю. И после этого сна я поняла, о чем говорила Таня. Вы? Откуда мне знать, что вы все еще там? Не уснули? Не отвернулись? Не сидите с выражением скуки на лице. Откуда мне знать, что вы все еще здесь? Как я могу это знать? Как я вообще могу что-то знать? Тем не менее, я это знаю. Я знаю, что я здесь. Я знаю, что вы там. Я вижу вас, как всегда, видит актер, зрительный зал. Как бы ни слепили, кто же это рак? Видит интерес. Видит скуку. Видит каждое пустое кресло. Я вижу, как вы смотрите. Я вижу, как вы слушаете. Вы смотрите на меня, я тоже смотрю на вас. Станиславский запретил актеру смотреть в зрительный зал, чтобы ничто не выдавало того, что он разоблачил присутствие зрителя. Разоблачил, что он не один. Потому что актер должен быть одинок, сколько бы людей его не окружали. Он одинок. И должен нести свое одиночество, жизнь человеческого духа. И это дело, в котором человеку нет помощника. Наоборот, сотни глаз вглядываются в его одинокую беспомощность. Но я не зрячий, и я не могу осмелить. Поэтому мне можно повернуться к вам лицом. Как актер за четвертой стеной, я, стоящий к вам лицом, вижу лишь ваше присутствие. В то время, как вы видите меня целиком. Или не видите. Вы видите то, чего никогда не видел я. Мое отражение в зеркале. Я никогда не видела красоту салюта. Я никогда не видел звезд. А я никогда не видел голубого неба. Я никогда не видел памяти в медленной сцене. Я не видел фильмы, высшившие после 2008 года. Я не могу себе представить, как это вообще ничего не видеть. А я не могу себе представить, как виден зрячий. Я никогда не видела лицо нашего режиссера, лицо нашего драматурга, лицо нашего композитора. Я не могу себе представить своих будущих детей. Я не могу себе представить, конечно. Я никогда не видела ни одной картины. Я не могу представить себя старой. Я никогда не видела ни одной картины. И хотя я никогда не видела ни одной картины, я люблю бывать в Эльмитаже и несколько раз была там. Мне нравится бывать там. И я хотела бы оказаться в Эльмитаже еще раз. Мы выходим из этого зала, проходим фойер. Открываем первую стеклянную дверь, вторую стеклянную дверь, ступень. Лестница крутая, осторожно. Надо держаться за железный перевод. Тринадцать ступеней. Площадка в четыре шага. Еще тринадцать ступеней. Спустились. Плитка. Впереди фонтанка. Слышно дорогу. Огибаем лестницу с левого. Дорога остается сзади. Входим в пространство между домами. Идем прямо по плитке. Огибаем круглую клубу из кирпича. Арка. Выходим на площадь. Впереди слошные машины. Ориентируемся по ограждениям, которое справа. Идем вперед по направлению к Невскому проспекту. Плитка изменила свою форму. Теперь она не мелкая, а крупная. Слева невысокие ограждения. Справа забор Дворца Творчества Юных. Переход улицы разрешен. Налево повернули. Брусчатка. Переход Невского проспекта разрешен. Автобусная остановка. Проходим первую. Та, которая дальше. Брусчатка сменилась на плитку. Троллейбусы. Один, семь, десять, одиннадцать. Автобусы. Двадцать четыре, сто девяносто один. Осторожен. Двери закрываются. Следующая остановка. Станция метро. Невский проспект. Уважаемые пассажиры, по избежанию права, просим вас заряжаться за поручной. Остановка. Станция метро. Невский проспект. Осторожен. Двери закрываются. Следующая остановка. Большая конюшенная улица. Остановка. Большая конюшенная улица. Мама морская. Осторожен. Следующая остановка. Вот она. Дворцовая площадь. Выходим из троллейбуса. Поднимаемся по ступеням. Их четыре. Сзади шумит дорога. Идем по гравийной дорожке, отдаляемся от машины. Просторно. Птица. Спуск. Попадаем на каменную плитку с бетонными вставками. Не отклоняемся. Лестница в две ступени вверх. Проходим вперед. Мы идем вдоль этажа. Идем прямо. Доходим до чугунных ворот. Левая створка открыта. Входим на двор. По каменной плитке. Уважаемые посетители, приглашаем вас на экскурсию проэкспозиции. Ориентироваться можно по колоннам. Вы идете между колоннами под сводом. Теперь под ногами у вас уже другая каменная плитка. Ориентируйтесь по дорожке, которая находится между плиткой и брусчаткой. Идем вперед до ленты, которые отделят очереди. Дережимся левой стороной. С бетонной плитки перешли на каменную плитку. Заходим по кандусу вверх. И входим в обращающиеся стеклянные двери. Поворачиваем налево. Лестница. Направо лестница. Проходим в пол. Смещаемся к центру. Проходим колонны. Лестница. Ступени. Четыре пролета вверх, которые заключились. С лестницы налево. Заходим в зал. Гулка просторная. Ориентиров нет. Паркет. Еще своды. Коридор. Поворачиваем. Проходим зал. Проходим еще зал. Еще коридор. Пространство расширилось. Прямо. 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 Проходим еще зал. Еще зал. Поворачиваем налево. И попадаем в зал, где висят картины. Романглета. Стэра покружается в темноту. Когда я видела, я эту картину видела. Возвращение плодного сына. Один человек, молодой, стоит на коленях перед стариком. На старике пурпурная накидка. Он, очевидно, очень богат. Старик положил руки на молодого. Одна рука чуть выше, другая чуть ниже. Голова старика наклонена вниз. Глаза смотрят в сторону. Вероятно, он слеп. Лица молодого мы не видим. Только немного профи. Вся его одежда лохмотер. Голова почти лысая. Один башмак, у сына протер, но он на ноге. Второй слетел, но он этого не замечает. Право на картине изображен мужчина. Он молод старик, но у него тоже борода. И на нем тоже богатые одни. На заднем плане, в полутемноте, есть еще два персонажа. Один из них сидит на ступеньке, а второй персонаж, молодой парень, выглядывает, кажется, из-за двери. Он смотрит туда-то вдаль, не на них. Может быть, на нас? Он из темноты, его почти не видно. Из всей картины вспомнил, что сын вернулся. Он стоит на коленях. И мы с Димой смотрели, уже обращали внимание на нюансы. Одежда у сына грязно-белая, что он лысый, у него уставшие выражения лица. Много где странствовало. Руки отца положены так, как будто он его ощупывает. Он слепой человек. Одна рука чуть выше, другая чуть ниже. И глаза у отца так закрыты, как у слепых. Им, когда зрение не нужно, у них постепенно прикрываются веки. Отец как будто смотрит руками. Он, не он, что с ним стало, цел, не цел. Та фигура справа в билете, он точно не слуга. Возможно, что он военный. Еще все стоят, а он сидит. И поза у него такая странная, вальяжная, нога на ноге. Мы обнаружили еще одного персонажа, в левом углу. Наверху, женщина. Но не ясно, кто она. Для матери она слишком молода. картинка. Картины Рембранда застывший театр. Ощущения от картин, от высвеченных лиц, деталей, жестов, от каких-то важных вещей, будто они в пространстве сцены. затемненный фон и высвечено то, на что сейчас нужно обратить внимание. Взгляд у героев внутрь себя. Все герои на картинах не смотрят на что-то конкретное, они смотрят на что-то, что внутри них. И в Эрмитаже залу Рембрандта темный. И действительно, такое ощущение, будто бы ты в зале, в зрительном зале, где потушен свет, и ты смотришь на высвеченные из темноты сцены лица. Мы много сегодня говорили о картинах, о цвете, но это все не то. Конечно, дело не в цвете. Дело в мире. Я зрячек. Но это не я обладаю цветом. Это цвет обладает мной. Цвет захватывает меня подобно настроению. Хочу я этого или нет? Не оставляю мне выбора. Не оставляю мне сомнений, что тревога это тревога. Что красный это красный. Так мир обрушивается на меня цветом. Что значит? Я вижу мир. Что вообще можно увидеть? Комната? Лица? Предмет? Разве это мир? Цвет. Вот первое. Вот то, в чем я не сомневаюсь. Цвет. Дело не в цвете. Дело в мире. Это я уже говорил. Я вижу мир. Я нахожу себя в нем. А это Оля. Она не видит цвет. Но она видит мир. Но мир это цвет. Значит, она видит цвет. Красный. Желтый. Синий. А у меня есть дочь. Я учил ее говорить. Я говорил, Соня, это красный. Это желтый. Это синий. Я не мог ей объяснить, что значит красный. Я лишь показывал. Кубик красный. Мячик красный. Что она видела? Видела кубик. Не похож на мячик. Мячик круглый. Кубик совсем другой формы. Но кубик. Мячик. Красный. 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 Когда уже выросла, она тоже не может объяснить, что значит красный. Но всегда может указать на них. Все просто. Однажды мы просто с ней договорились, что значит это слово. Выучили правила игры. Копюль. Инастик. Миллион. Лена. Леша. Дима. Таня. Леша. Слава. Света. Катя. Олег. Саша. Коля знает, что помянор красный. Арбуз красный внутри. Это правила игры. Зрячек. Тот язык, на котором я сейчас с вами разговариваю, принадлежит миру зрячек. Не зрячек, он же его просто выучит. Но, но ведь слова, это не ярлыки, не наклейки, приклеенные под картины. Куда лепитесь, картинки нет. Нет картинок, нет. Может быть слова, это не картинка, это слова, поли, сарчин, клада, поли. Не опадает. Не понесают воздух, а имеют вес. Ничуть не меньше, а иногда и больше вес. Вес слова. Значит, слова, нить петра, не картинка, а рука, ощупующее пространство. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Аплодисменты. 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 Аплодисменты.